ПАВЕЛ КОНЬКОВ Ему не привыкать к вопросам журналистов и к яркому свету студийных фонарей. Рука по привычке сама тянется к подряснику. Но наша цель другая – показать обратную сторону жизни священнослужителя, обычно закрытую для посторонних, а потому обросшую кучей стереотипов. Подрясник одевается в основном только для каких-то храмовых дел, и то не для всех. Уборку в алтаре тоже не будешь подрясники делать. И самое главное помнить о том, что священство, оно как бы не в одеждах. Оно не снимается с подрясниками и не одевается на него обратно. Это для прихожан Павел Коньков – священник, а для маленькой Ольги он пока просто заботливый папа, который читает перед сном интересные книжки и помогает делать домашние задания. Сколько всего животных на рисунке? Сколько животных? Один, два, три. Давай еще снежинки порисуем. Я бы не буду. Почему? Потому что у меня такое. Да, вот это вот сама рисуй. Я могу, но упали в отец. Я, честно признаться, вот сколько вспоминал, я не помню, сколько я хотел детей. Я помню, что я хотел семью. Я очень маленькое время рассматривал свою жизнь без семьи, вне семьи, да, и она мне не понравилась. Поэтому семью хотел всегда. Вот количество детей, вы знаете, как-то недавно кто-то из наших друзей нам задал вопрос, у всех детей планировали. У нас даже такого вопроса не возникало. То есть Господь дал нам троих детей, слава Богу, очень рады этому. Было двое, были двоим рады, был один, одному были рады. Здесь все как у всех. Горы памперсов, периодически разбросаны игрушки и борьба за каждую ложку манной каши. Терпения улыбается Павел хватает не всегда, но зато и любовь утраивается. Вот неприятностей примерно столько же, от одного и от трех примерно одинаково. А вот как-то радости больше, то к тебе один бежит улыбается, а то трое к тебе бегут радость. Старший сын Женя гордо признается, мама хоть и журналистка, а это его первое настоящее интервью. Он знает, папа и похвалить готов, и про угол, если что не забывает. Он занимается в храме. А что он делает? Служит. Отбор ровно в 10 и чуть меньше телевизора не потому, что папа священник, а исключительно воспитание ради. Малышам нужна любовь, а не фанатичность. После завтрака мама идет укладывать рома, а мы тихонько играем. Если сейчас маленьким деткам, нашим 3-5 лет, если сейчас их посадить на жесткую такую, как положено, пост, ограничения, только они вырастут, они же возненавидят церковь. Они возненавидят Бога, потому что у них отложится, что это что-то жестокое, потому что они не понимают смысла поста. Наверное, он мог бы стать военным. На высоком красивом мужчине с поставленным голосом так легко представить форму с погонами. Но класса с 8-го его потянуло совершенно в другую сторону. А человек даже, вот Господь ему готовил какой-то путь, да, вот человек хочет уйти куда-то с него сбиться, Господь его так начинает поправлять аккуратно. Так и было. В их семье только прадед когда-то закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, да и тот так и не стал священником, времена были тяжелые. В качестве реликвии предкам достались только диплом и альбом с фотографиями. И, разумеется, для родителей инженеров было откровением, что сын всерьез планирует стать семинаристом. Там было хорошо. Семинария – это очень интересное и увлекательное время жизни. Отец поначалу, он был катастрофически против того, чтобы я поступал в семинарию. До этого он был против, чтобы я шел в православную гимназию, поскольку после 9 класса я ушел из 39 школы и поступил в православную гимназию. Он был против, сильно против. А мама, она сказала, что, ты знаешь, ну это твой выбор. Вот мы тебя ни к чему склонять не будем. Хочешь, вот кем хочешь быть, тем и будь. Главное только иди до конца. Пожалуй, только когда сына назначили настоятелем храма, отец уже сам помогал красить иконостас и украшал церковь к Пасхе. Родительские переживания оказались напрасны. Это было то, чего он хотел. Мне иногда кажется, что меня прихожанки так в почтенном возрасте воспринимают как внука. Периодически. Да, а вы знаете, вот с приходом, с храмом, конечно, Господь мне сделал очень большой подарок, потому что люди очень адекватные. Они постепенно понимают, что они приходят уже не к священнику, а к Богу. Но вот этот вот первый момент вхождения человека в храм, я вижу, как он положительно влияет очень на многих. Многим современным мальчишкам не понять, в чем смысл романтика четкого распорядка дня, звонков на завтрак, обед, ужин и отбой. В семинарии пропустил что-то одно, клади на стол объяснительную, если ее нет, получи выговор. Но для Павла Конькова это было прекрасное и счастливое время. Ну просто представьте себе, да, комната, где живут, нас жило 6, 8, 10 человек, да, двухъярусные кровати, и мы перед сном, уже перед отбоем, когда вот сейчас произведен звонок, мы уже выключили свет, все. А нельзя, когда свет горел. Нельзя, если после отбоя свет горит, это тоже можно там объяснительно получить. И вот мы рассуждаем о сущности любви перед сном. То есть у нас какие-то были предметы, мы что-то читали, изучали, мы говорили о любви, мы говорили о том, как, на какие стадии любовь распределяется. То есть сейчас-то это, в принципе, прописные истины. Но тогда для нас, когда нам было по 16, по 17, по 18 лет, это было открытие, мы этим делились друг с другом. Таков современный мир. Проще простого представить группу юношей в подворотне, чем понять вчерашних школьников, которые с удовольствием помогают в церкви. А в свободное время увлеченные лепят снеговика или играют в снежки. Вы знаете, а ведь семинарий ведь не отменяет свидание. И мы же ходили и гуляли по Кремлю, и знакомились с девушками. Правда, они от нас шарахались периодически, когда узнавали, где мы учимся. Но одно другому не мешает. Когда мы говорили, что мы учимся в семинарии, и на нас так смотрели, как, знаете, как инопланетян каких-то там... Зачем? Зачем? А что вам можно? Что вам нельзя? Мы такие же люди, мы там мороженое любили ходить ездить. Тесная дружба со СМИ началась много лет назад, еще в 11 классе. Не вижу никакого, знаете, вот как-то такого оцепенения какого-то. Знаю, что мои же друзья, священники, говорят, мы камер боимся. Очень многие боятся, не только священники. Да, когда горит лампочка, когда наставляют что-то. Но это боязнь неизвестности. Ты же не знаешь, как. И кто бы подумал, что именно на телевидении будущий священник встретит свою спутницу жизни. Светлана была в составе съемочной группы, и однажды они просто оказались в одном такси. Ты знал, где я учусь? Да, да, да. Она знала, где я учусь. Я, честно говоря, не помню, сколько мне было лет, когда у меня мама начала ходить в храм. Как-то она нас тоже стала к этому приобщать. Папа там через какое-то время тоже стал ходить. Поэтому, ну, как-то такого удивления, что муж священник, ну, не было такого. Они знали, да, что Павел учится в семинарии. Если вот эти вопросы в семье находят какую-то единую базу, то это скрепляет лучше, чем любые борщи и взгляды на современный кинематограф, например. Современная жена священника вполне может занимать активную жизненную позицию, водить машину, работать в светском учреждении, пользоваться интернетом и так далее. Но юная девушка, влюбившаяся в семинариста, должна быть готовой и к испытаниям. Какие последние часы? Конечно, у нас... Понимаете, в чем дело? В семинаре в 10 часов ты должен быть уже в семинаре. Если ты не пришел, это приравнивается к прогулу ночному. Прогулу ночной – выговор. Два выговора тебя отчисляют. Там все жестко. Он иногда говорит, что не повезло, что он не романтик. Но вот вспоминаю, ухаживаю, конечно, хорошо, красиво. У нас были такие достаточно долгие прогулки по городу, мы долго разговаривали. То есть мы могли несколько часов ходить и разговаривать. Такого понятия, как выходной, совсем выходной, ну, наверное, не бывает. Не знаю, я не могу сказать, что моя жизнь как-то очень сильно отличается от жизни моих подружек. Мы также с детьми гуляем, также все вместе встречаемся. У нас какие-то совместные там времяпрепровождения. Ездим все вместе в лес с шашлыки летом. Зимой тоже какой-то совместный. Сейчас его главная мечта – почти реализовавшаяся достроить храм. Он с любовью показывает будущее место для церковного хора и воскресной школы. Храмовые дети обожают своего наставника. Ведь он, в отличие от многих священнослужителей, говорит на понятном им современном языке. Один из мальчиков наших ведет активную социальную жизнь в интернете. Он является администратором группы нашего храма ВКонтакте. Ему это очень интересно, и он привлекает к этому других ребят. А еще в его приходе есть одно очень ценное негласное правило – прихожане не должны делать другим замечания. В распространенной ситуации человек в храм приходит, может быть, раз в год, а может быть, первый раз в жизни. Он стоит с этой свечой, он не знает, куда ему подойти, он мотает головой, то есть ведет себя не так, как все остальные. К нему тут же начинают подбегать с советами – ставь сюда, крестись сюда. Но нет, он ждет. И вот тут задача священника чем-то похожа на журналистскую. Важно простыми, понятными словами передать суть, быть в меру открытым и готовым к диалогу. И это прекрасно получается, когда делаешь то, к чему тянется душа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!